Женская медитация это другое. Поймите, что сейчас такое время, когда с вашей стороны всегда на Россию оказывают давление физические войны, экономические войны и прочие войны, потому что это вирус, это вирус, который поразил Россию. И тогда в тело женщины возвращается физическое проживание, любви. Моментально восстановить связь. Приветствую, друзья. Меня зовут Виктория Селина. И сегодня я очень рада вам представить свою гостью. У меня такое очень трепетное ощущение. У меня сегодня в гостях Перукуа. Hi, Перукуа. Hello. So happy to meet you. Happy to. Я думаю, что многим из вас не нужно представлять, кто такая Перукуа, но для тех, кто еще не знаком, я расскажу. Перукуа это женщина-легенда, это голос матери земли, это женщина, зародившая женские практики по всему миру. И сейчас это, не побоюсь этого слова, мировая звезда женских практик, которая дает женские концерты. Это концерты, буквально огромный женский круг, можно так сказать. Поэтому я очень-очень рада вас приветствовать здесь. А еще хочу вам представить мужа Перукуа, который сегодня будет переводить наш сегодняшний разговор. Драгослав. Приветствую, Драгослав. Приветствую, Виктория. So we can start. Перукуа, ты босиком, точно так же, как и на концерте. Почему? Собственно, я тоже босиком. Я выступаю всю свою жизнь босиком на концерте, потому что очень много энергии поднимается через мое тело и земли, когда я выступаю, когда я пою. Поэтому мне нужно ощущение такой укорененности, заземления. Я люблю танцевать, и я люблю это ощущение, когда энергия поднимается через мое тело. Когда ты на каблуках, ты все время как бы немножко наклонена вперед, у тебя искривлен позвоночник, и ты неестественным образом стоишь, у тебя нет ощущения, да, это я. На ощущение вот такое. Ты как будто играешь, ты как будто играешь роль той, которая такая секси и должна быть привлекательной и заметной. Но для меня я не собираюсь играть в игры. Я здесь для того, чтобы позволить этой энергии подняться через мое тело и поделиться ей со всем залом, этой вибрацией, через каждого, кто пришел на мое выступление. Поэтому мне очень важно чувствовать корни, чувствовать землю под ногами. Перуко, вы первая, можно сказать, одна из первых в мире, кто зародил женские практики и помогаете женщинам по всему миру. И у вас в России очень много поклонниц. Как вы думаете, почему русская аудитория так к вам тянется, хотя вы родом из Австралии? Я думаю, что я просто зеркало для русских женщин. Потому что русские женщины и мужчины это очень глубокие люди. Они влюблены в любовь. Они романтичны. Их хорошо обучают с детства, и у них очень такое визионерское представление о жизни, о светлом будущем. Все хотят светлого будущего. Это в Советском Союзе прям был культ светлого будущего. Но и сейчас он сохранился. И это древние славянские корни, которые есть здесь, которые не обрезали. Связь поколений, она сохранилась, может быть, где-то не так ясно. Но вот эти такие племенные корни, корни рода, их не обрубили. Русским очень сложно понять, что значит жить человеком без корней. Но, например, в моей стране, в Австралии, у людей нет корней. Мы не австралийцы. Мы все иммигранты. Нас всех привезли откуда-то. Из Великобритании, из Европы. Мы все не местные. Мы не помним свои... Мы не укоренены в этой земле. Это не наша земля. И то же самое в Америке. Америка была захвачена белыми. И корни потеряны. А в России корни сохранены. И когда ты влюбляешься в источник, эта вибрационная энергия, она поднимается, чувствуется. Это помогло мне восстановить мои корни. То, что я отражаю вам, то, что я отражаю тебе, это восстановление связи с корнями. И тогда человек, он заземлен, очень целостен и рад тому, что живет. Потому что эта вибрация земли, она поднимается через твое тело. И возникает ощущение того, что жизнь, это... Вот жизнь – это то, что я проживаю. Появляется ощущение целостности жизни. Появляется ощущение ценности семьи. Появляется ощущение целостности личности. со-творчества, поддержки друг друга, дружбы. Это очень важное качество. Этот баланс мужского и женского начала в обществе, он очень важен для того, чтобы оно было устойчивым. признание того, что есть мужчина, у него есть мужской аспект, есть женщина, у нее есть женский аспект. И их... Конечно, и мужчина, и женщина, и есть мужская, и женская энергия, это понятно. Но в России сохранилась ценность полярности. Про нее не... ее не размыли. Да, может быть, есть какое-то непонимание каких-то отдельных аспектов. Но в этом и моя работа, то, чтобы вот это непонимание, это смятение, эту сумятицу вывести из сознания и вернуть это чистое ощущение себя. Поэтому я отражаю русской душе что-то очень настоящее, кем люди на самом деле являются. Вас часто называют женщиной австралийского происхождения, но с русской душой, с русским духом. И что такое русская душа и русский дух? Для меня русская душа — это очень яркая душа. она жаждет. Она хочет знать больше. Есть большой запрос на правду, что же происходит. Духовные практики, какие-то философские аспекты. Есть всегда жажда познания, познания мироздания, познания себя. И у меня такое же качество есть абсолютно во мне. И пока у нас есть эта жажда жизни, и пока мы продолжаем пить эту жизнь, из этого бездонного источника того, что есть жизнь, мы продолжаем двигаться, мы продолжаем развиваться, мы продолжаем жить. И я вижу, как русская душа, она постоянно развивается, люди меняются. Я понимаю, что в ваше общество пришел вирус в момент, когда распалась страна, пришел капитализм, пришел материализм, который стал ломать душу. Все вот это наваждение западными брендами, Gucci, Armani и прочее, это все очень поверхностно. И, к счастью, это был недолгий этап. Ничего плохого в самих вещах-то нет. Ничего плохого в том, что душа исследует материализм, вот такой примитивный, в этом нет. Но вот это первозданное качество, первозданное ощущение красоты семьи, щедрости, заботы, исследование жизни, оно очень яркое и очень ценное. И здесь оно не забыто. Я думаю, что поэтому люди думают, что у меня есть русская душа. Потому что во мне живет страсть. Я не останавливаюсь. Я не останавливаюсь изучать, познавать, исследовать, раскрывать новые аспекты жизни и себя. И мне очень близка русская земля. По духу. Я помню, я первый раз, когда я прилетела в Россию, я еще ничего не знала, просто самолет сел. Это была моя первая встреча с мужем в России. Мы до этого встречались в Индии, на Бали, а вот это была наша первая встреча в России. И я помню, как самолет влетел в Россию и приземлился в аэропорту, и я стала плакать. Я расплакалась. Я была одна, и я сидела в самолете и плакала вот так, ревела. И у меня было ощущение, что я дома. А когда я уехала, я опять плакала. Я была очень расстроена. И у меня всегда было такое чувство. Каждый раз, когда я приезжала и когда я уезжала, это ощущение, что дух этой земли, это дух моего дома, для моей души. А вот если представить, что Россия — это женщина, что сейчас происходит с этой женщиной, если можно как-то так развернуть? Я думаю, на нее оказывают очень много давления. Такой прям силы. Силы ее пытаются контролировать. И поэтому у нее много сомнений. И у людей, которые здесь живут, у них много сомнений. Я думаю, что если ты посмотришь на историю, Россия — это такая, как мировая ценность. Всегда это трофей. Потому что что женский аспект рождает на планете? Она приносит жизнь, воду, все богатства минералами, кристаллами, природными ресурсами, красота, красивая природа, горы, реки, плодородные земли, обильные леса. Это изобилие еды, воды и плодородной почвы. Это тот дух земли, который так ценен. И эта женщина, она отражение этого изобилия. И чем больше идет борьба за эти ресурсы, тем больше ее атакуют извне, чтобы получить доступ к этим ресурсам. И женщина чувствует себя не в безопасности тогда, потому что она не понимает, что же опять происходит, почему опять на меня столько давления, почему столько борьбы за мои ресурсы. И если ты посмотришь за столетия перед этим, всегда на Россию оказывают давление физические войны, экономические войны и прочие войны, потому что слишком богата ресурсами земля. Слишком богата земля. Она изобильна во всех аспектах этого слова. Россия контролирует 40% мировых природных ресурсов. И поэтому эта женщина, она очень сильна. Это очень большая, сильная женщина. И женщины тоже здесь очень сильны. Но этот вирус, вирус материализма, он делает людей слабыми, он делает людей хрупкими. И поэтому они больше заботятся о себе, о своем эго, как они себя проецируют в мир, чем о настоящем себе. Потому что где предки наши черпали силу внутри себя, и из этой красоты внутренней они делились красотой внешней. А сейчас это немножко развернули, вывернули наизнанку, да, сейчас все о проекции. Я, я, я. Это я, посмотрите на меня, посмотрите на меня, смотрите, какая я красивая. Это только погоня за оберточкой, вместо того, чтобы первый аспект все-таки уделять внутри. И ты видишь, что все пытаются получить как можно больше ресурсов у России, да, несмотря на то, что это может называться как угодно. Запрос на российские ресурсы, он колоссальный, и просто идет борьба за них. И найти этот баланс, между внутренней заботой и поддержкой каждой женщины, мира. Это большой вызов. Поэтому и в русской женщине я вижу, что они, они сжимаются под давлением, становятся маленькими. Но они не маленькие по своей природе. Они сжимаются и становятся маленькими девочками. Посмотри, в русском языке женщины называют друг друга девочками, это даже ну. И происходит такое расслоение. Да, мужчины идут всегда защищать землю, они идут на войну. И тогда женщины поднимаются, становятся очень сильными, а потом они опять превращаются в каких-то маленьких девочек. Они боятся, что они чего-то потеряют. Они потеряют свою молодость, они потеряют свою красоту, и они поэтому должны больше, 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 больше зависимость от материальных каких-то аспектов. И это вирус. Это вирус, который поразил Россию. Культурно. Поэтому многие люди живут в наваждении, в наваждении потребления, которые неестественны для нас, как для культурного вот такого генофона нашего. Поэтому я отражаю это в настоящее качество и вижу, как русские люди быстро просыпаются, возвращаясь к своей настоящему состоянию. Если говорить про женщин, которые сейчас в России, они живут в некотором страхе. Они боятся. И может быть, есть какая-то рекомендация, какой-то совет, как им расправить свои крылья и чувствовать себя комфортно в это нестабильное время. Если мы посмотрим глубже, видишь, я говорила про то, что женщина сжимается, становится маленькой такой, тесной. Это реакция на страх. И чтобы быстро поменять, быстро поменять в ком-то ощущение, внутреннее восприятие жизни, нужно не пытаться убегать от жизни, нужно, наоборот, пойти в жизнь, пойти в свое тело. Высвободить этот страх, высвободить из тканей своего тела эту энергию страха, эту энергию смятения, раскрыться поле души, активировав то, что поле души, оно реально, оно окружает наше тело, и я очень быстро могу людям помочь вернуться в него. Это физическое ощущение присутствия поля своей души. У меня много практик, которые эффективно помогают это сделать. И я помню, по-моему, года три или четыре назад, например, у меня был живой семинар, он назывался «Встреча с душой». Это было очень, это реальное погружение в прямое переживание поля своей души. И мы решили его записать и оставить его у меня на сайте в разделе «Курсы». Да, это такая полная перезагрузка, психоэнергетическая, эмоциональная перезагрузка, буквально за три часа ее можно прожить, выделить себе это время и прожить ее. Тогда ты возвращаешься к тому, что себя нужно оберегать каждый день. Каждый, каждый день. Защищать себя от негатива нужно каждый день, от этой проекции. Только мы открыли свой телефон, только мы поговорили с родителями, только мы поговорили с коллегой. И в нас начинают провоцировать на триггеры, да, на реакции. Нас постоянно провоцируют на эмоции, чтобы у нас был такой адреналиновый ответ. И мы что делаем? Мы сжимаемся. Мы уходим быстренько в ум, потому что нам кажется, что там безопасно. Мы начинаем думать, 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 вместо того, что мысли залипают и крутятся в голове кругами. Это не про жизнь. Это противоестественно. Потому что мы теряем эту связь с естественным полем Земли, которое поднимается через тело. Потому что это наше живое поле, естественное биополе. Вот ты сидишь в лесу, не знаю, искупалась в речке, да, и ты себя чувствуешь очень... Ты прям так, как будто ты выдохнул, так, ну, наконец-то. Все нормально, в целом все ок. И когда у нас есть эта связь, мы учимся различать. Это мое естественное состояние. Это поле Земли, это мое поле. Есть поле мира, такой ментальный, как бы, ментальный план. Он ощутим, есть физический аспект этого плана. Потому что есть физический мир, есть ментальный план, и реальность, она многослойный пирог. Но сейчас нужно понимать, что вот этот ментальный план, он супер ускорился. Он противоестественно быстр. Информация движется с такой скоростью, что мы даже не успеваем ее осознать. И это то, что я и мы называем мир. Но на самом деле, если мы залипаем только в уме и постоянно обмениваясь вот этими ментальными проекциями, то мы живем просто в такой супер ускоренной реальности. И мы полностью отрываемся от корней, и мы чувствуем себя не в безопасности. Мы не можем перестать думать. Мы перестаем чувствовать. Мы перестаем чувствовать этот поток энергии в своем теле. И если ты не возвращаешься в свое тело осознанно, каждый день, включая этот поток жизни, под которым находится много-много-много слоев жизни, только это возвращает тебя в состояние, что в жизни есть смысл. Найти в этой супер ускоренной вибрации ума смысл жизни невозможно. Мы можем чего-то добиться, как мы говорим, да. Но никогда мы не вернем там ощущение красоты, любви, здоровья. Мы будем чувствовать только скорость, технологию достижения, обедопоражения, но никогда не будет ощущения, что все хорошо. Потому что мы покинули поле, в котором все хорошо. Поэтому я каждой женщине советую, у меня есть три уровня женской медитации. Они в корне отличаются от обычных медитаций. И часто мне говорят, у меня мало времени, поэтому я их и сделала такими, удобными и короткими. Люди говорят, у меня мало времени, у меня ум, я не могу его остановить, он все время о чем-то думает. И именно поэтому я нашла инструменты, которые моментально работают для женщины. Потому что женщинам это не получается, потому что они идут мужским путем медитации. Мы женщины, мы другие. Нам нужно спустить в себя этот эмоциональный прессинг. Мы не вот эти тихони, которые сидят в углу, скрестили ножки и молчат. Наши эмоции, это хорошо. Нам нужно учиться взаимодействовать с ними, разбираться. И они любят внутри себя поговорить, наши эти эмоции. И мы, как женщины, пытаемся разобраться в этом смятении, которое мы чувствуем от мира. Но вот мы встречаемся друг с другом, пьем за чашечкой чая, говорим, говорим, говорим. Это не решит суть вопроса. Так не работает. И медитация, молчание тоже не работает. Женская медитация, это другое. Это вывести из тканей своего тела, вывести стресс, вывести это напряжение, эту боль, этот страх. Это то, что мы чувствуем в своем сердце, реагируя, воспринимая сигналы из мира. Это боль из своего сердца, это боль из своей матки. Потому что это центр жизни. Может быть, чей-то ребенок сейчас пошел на войну. Мы чувствуем эту боль мира в своем теле, иногда на подсознании, даже не понимая, что мы чувствуем. И если мы физически из тканей своего тела не высвободим эту боль и смятение, не откроем канал своего тела, то он будет заблокирован, будем себя чувствовать сжатым и подавленным. И тогда ум будет гиперактивирован. И в моей медитации, в медитации для женщин, я делаю... Мой подход совершенно другой. Это вывод из тела, из тканей этого состояния. Там есть место и звуку, и дыханию, и движению. И также очень важное прикосновение, потому что если нет прикосновения, мы увядаем. Например, сердце, оно не чувствует себя, что ему уделяют должное внимание, все внимание уделяется только уму. И в женской практике я прикасаюсь к себе, да, я даю своему телу эффект касания, прикасаюсь к своему сердцу напрямую, делая глубокий вдох. Видишь, как мое сердце начинает вибрировать, и даже под правой ладошкой ты можешь почувствовать эту вибрацию физически. Попробуй вместе со мной. Ты чувствуешь, что что-то вибрирует у тебя под грудной клеткой. Это первое осознание, это первый триггер, который говорит, это мое тело, это моя вибрация, это мое сердце. Может быть больно, может быть эмоции, может быть напряжение, но если я буду продолжать идти туда, высвобождать это напряжение, боль и страх из своего тела, то мое тело начнет наполняться другими ощущениями, потому что да, это мое тело. Мое тело обладает колоссальной мировой разумностью. Оно может принимать информацию из внешнего мира, всю боль мира. У тебя тело женщины. Мы женщины, мы принимаем в себя. Мы принимаем мужчину, мы принимаем жизнь в себя. Мы принимаем жизнь, поэтому для нас нужно иметь эффективный инструмент, и для женщины самый эффективный инструмент это голос, при правильном его использовании и дыхании, для того, чтобы вывести и физические ткани тела. Мы так устроены, это наша физиология, это не ошибка. Нам нужен голос, нам нужна наша вибрация. Мы можем в кафе пытаться с помощью болтовни этот вопрос решить, но это низкоэффективный метод. Я даю высокоэффективные методы, поэтому я и создаю эти практики у себя на связи. Голос помогает женщине моментально восстановить связь. Часто, когда женщины впервые знакомятся с этим, голос внутри себя. Им немножко страшно, потому что это слишком много мощи, он слишком большой. Это разве я? Да, это ты. Да, это ты. Поэтому мы возвращаемся в это восстановление из этой затянутой маленькой женщины, большой, настоящей, та, кто может себе это позволить. Это занимает на самом деле, вот у меня медитация уровень 1, это 15 минут, даже меньше, 14 или 13 минут. Но что самое главное, в конце каждой медитации я погружаю женщин в такой вибрационный кокон своего голоса. Потому что моя работа с голосом, она во многом уникальна. И эта вибрация, которую я транслирую, которая идет и из космоса, и из Земли одновременно, встречаясь в теле, она создает такой целительный, живой кокон вокруг твоего тела, активирует ткани, активирует клетки. И ты, когда находишься в этом поле несколько минут, у тебя физически меняются биохимические, психопроцессы, физические, психоэмоциональные, энергетические. Мы измеряли это приборами, и буквально за 10 минут колоссальные результаты. Звук для меня самый быстрый и эффективный способ. И я вижу, как он работает с женщинами, и я вижу, как работает мой голос, как работает их голос, и я могу сказать, что это абсолютно номер один. Сквозь все времена, если посмотреть историю, всегда, когда было какое-то присутствие зла, древние люди во всех цивилизациях и культурах использовали вибрационные такие поля, звуковые, голосовые поля, для того, чтобы вернуть состояние баланса. И есть два инструмента. Первый — это твой голос в твоем теле, и второй — это вот эти голосовые такие палитры, голосовые коконы, защитные. Поэтому, если ты хочешь использовать меня в качестве гида, то путеводительных к себе, то это самый эффективный способ, чтобы высвободить свои эмоции. Страх, гнев, смятение, звену. Вот из этого напряженного состояния вернуться вот в это ощущение потока женщины. Вот это ощущение целостного восприятия себя. И тогда в тело женщины возвращается физическое проживание любви, а для женщины физическое проживание любви очень важно. Неважно, идет война, не идет война, в теле женщины должно быть чувство любви. Потому что это основа ее существования. Это то, что восстанавливает жизнь вокруг нее. Любовь к ее мужчинам, ее любовь к ее детям, любовь к ее дому, любовь к ее творческому проявлению, любовь к ее работе и бизнесу. И мир в хаосе, когда ты восстанавливаешь вот этот поток любви каждый день в своем теле, потому что на тебя будет еще больше давления, все давление сейчас далеко не на пиках и нет никакой возможности сбежать от этого давления. Ты вот убираешься у себя в доме, ты чистишь зубы, ты делаешь это регулярно. Как бы выглядел твой дом, если бы ты его неделю не убирала? Ужасно, ты не хочешь даже в него заходить. То же самое внутри твоего тела. Еще очень важный курс, который у меня тоже есть на сайте, он называется «Как уберечь себя от негатива». Он появился где-то пару месяцев назад, потому что я стала чувствовать присутствие очень жесткого негатива в поле, более умышленного искажения реальности. Поэтому у меня есть курс, который называется «Как уберечь себя от негатива». Потому что то, что я обнаружил в любой ситуации, когда на человека оказывают большое влияние, неважно, мужчину или женщину, ковидушка, например, у нас был. Были и другие вирусы перед этим, он ни первый, ни последний. И сейчас войны, и следующий этап – это экономическая перезагрузка мира, большие экономические проблемы в мире. Иначе мы начнем ассоциировать себя с потенциальным будущим, с тем, которое СМИ пытаются проецировать. И это подавляет нашу волю. Она закрывается и закрывается. И в какой-то момент мы полностью лишены своей воли. Вот здесь находится, центр силы воли находится в области вилочковой железы. Поэтому все вот так выглядят. Вот так, вдавленная грудь и немножко лицо вниз. Но когда сила воли раскрывается, грудная клетка раскрывается, возникает ощущение соединения силы воли и сердца, и любви. И ты становишься опять сильной. У меня там есть в этом курсе такая интересная, очень интересная практика, называется «Вибрационный экзорсист», который как раз это такой кокон, очищающий твой кокон. Ты, когда физически его включаешь, все меняется. Он как бы потрясает все, что застоялось, все негативные энергии из клеток твоего тела. Потому что основная функция волны это передача энергии. звук — это волна, волна, да, это передача энергии. Я передаю тебе очищающую энергию физически через этот звук. Поэтому я обязательно скажу, что есть, да, есть встреча с душой, такой у меня практика есть. Есть женская медитация, три уровня у меня на сайте есть. И есть, как уберечь себя от негатива. И самый важный еще такой практический совет — обратите внимание на то, какие и в каком количестве новости вы употребляете. Новость — это все. Это пост в соцсети, это пост в Телеграм, это официальные СМИ, неважно. На любом языке, неважно, где вы в мире находитесь. Я не сторонница самоизоляции. Я не хочу сказать, это не моя реальность. Это как страус, который убирает голову в песок. Глупо сказать, что это не моя реальность. Но когда ты исследуешь мир, ты ищешь те источники информации, которые ближе к реальному. Не просто в реакции на процессы, а которые провели много времени, не одно, может быть, десятилетие, исследуя мировые процессы, понимая игроков на мировой арене. Есть несколько неплохих специалистов, которые действительно обладают знанием таким, которым, которые этой информацией делились еще 20 лет назад. Поэтому у меня к ним есть доверие, например. Но в целом, осторожней с новостными каналами любых форум. Практически каждая новость заряжена какой-то задачей. Это искаженная, заведуя информация, отражающая чьи-то интересы. Если ты женщина, и ты сидишь и смотришь эти новости, или ты видишь какие-то посты, где умирают люди, где разрушение, ты все принимаешь это в свое тело. И сколько из этого на самом деле произошло? И произошло так, как произошло? И какие там проблемы? Мы не знаем, но наше тело не может... Если наш ум еще может способен как-то фильтровать информацию, если прям очень напрягко, то наше тело не может фильтровать информацию. Оно просто набивается, забивая свои энергетические каналы этой негативной информацией. Не надо быть наивным, не надо быть наивным, не нужно думать, что есть какие-то добропорядочные люди. Есть малое количество людей, которые реально исследуют вопросы. Старайтесь находить первоисточники, старайтесь работать с первоисточниками. Если вам это нужно. Не нужно, просто примите факт изменений, как есть. Поймите, что сейчас такое время, когда с вашей стороны улыбка, доброе слово, объятие, это бесценный дар миру. Это то, что мы обязаны принести в мир. Вместо грубости и недовольства сейвервесом в магазине скажите продавцу доброе слово, вы поменяете мир вокруг себя. Не нужно пытаться его изменить на межгалактическом уровне. И я хочу еще добавить, у Перу Куа есть книга, в которой есть несколько практик. И они также могут помочь выйти из каких-то состояний, которые вам не нравятся. На самом деле, практики в любом случае очень-очень крутые. О книге мы чуть попозже расскажем. Перу Куа, вот в этой книге как раз-таки я помню... In your book? In your book, да. А давай мы сейчас прямо ее занесем. Сейчас мы ее прямо и покажем. Вот, вот такая вот потрясающе красивая книга, и там есть практики, и куча... Мне особенно нравятся вот всякие такие вот отдельно выделенные фразы. И Перу Куа, вот в этой книге вы рассказывали о своих непростых жизненных ситуациях, как раз-таки в одной из которых... Из одной из которых вам помогла выйти природа и голос. Вы выходили в лес и пели. Да, и в этих непростых ситуациях что вами двигало? То есть, да, помогал голос и природа, но что помогало переживать эти ситуации? Их была не одна, не две, не три, их было много. И они все достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно сложные. Что помогало двигаться и оставаться в позитиве, с улыбкой, очень женственной, потому что многих женщин это могло бы сломить, все эти ситуации, которые были с вами. Я думаю, что вот этой силой, про которую ты говоришь, которая провела меня через все эти испытания, это любовь. Это звучит как клише, но для меня это реальная сила, я чувствую ее в своем теле. Потому что, когда я... в тот момент, когда... в этой книге, когда я стояла на краю, на скале, около океана, я чувствовала себя потерянной, и меня обуревали суицидальные мысли. Этот дух земли, он пришел ко мне, и я почувствовала его присутствие. И когда я почувствовала эту связь в своем теле, окончательно пробудившись этому состоянию, когда я осознала, я почувствовала огромную силу любви, такого женского присутствия в моем теле физически, абсолютно необусловленную. Тогда я поняла, я не одна. И что бы я ни проживала, неважно, как тяжело мне было, эта любящая сила, мощная, она сплетает каждую клеточку моего тела, она сплетает все вокруг нас, все вокруг нас. Она... все рождается из этого состояния. Это та сила, которая помогла мне пройти огромное количество испытаний в жизни. Я знаю, что я здесь, на этой планете, чтобы помочь этой любви, чтобы прожить эту любовь, чтобы помочь ее развить и раскрыть себя ей и ей раскрыть других людей, чтобы поделиться этим состоянием, поделиться этим ощущением поток. И когда наступают трудные времена, в этой книге ты увидишь много историй, да, было трудно, было очень трудно. Но я не могла просто подавить Бог. Мне нужно было пройти через это. И всегда я возвращалась к себе, возвращалась к земле, возвращалась к этому ощущению. Даже когда я проживала просто акция жизни, я звучала, плакала, пела, делала свои практики, продолжала двигаться. И не важно, как меня судили и осуждали за это, не понимали меня за это. То, что я принесла в мир, это было... Я начала делать свой путь в право очень давно, 30 лет назад. Но я знала, что есть источник, и я доверялась этому источнику больше, чем суждение. Я говорю про ощущение потока женской энергии, он реален, для меня он реален, я его физически ощущаю, но давай взглянем на него в перспективе. Женский принцип всегда в любви с мужским принципом. Словно вот это соединение земли и солнца, плодородная земля и сияющий свет солнца. Поэтому, конечно, я, как женщина, всегда искала встречи с мужчиной, чтобы был баланс мужского и женского начала. Чтобы в моей жизни были мужчины, которые поддерживают мое развитие. и было время, когда мужчина был рядом со мной и поддерживал меня как мой учитель, как мой муж, какую бы роль ни играл этот мужчина. И какой-то мужчина, наоборот, он просто разламывал мое сердце, разрушал меня. И в то же самое время там мужчина мог любить меня. и вот эта связь полярности, и вот эта это, с одной стороны, поддержка и направление от мужского принципа через мужчину, с которым то, что поддерживало меня и помогало мне раскрыть принятие своего женского тела. Как ты прочитаешь книги, у меня было много боли связанное с моим телом, физической, и с тем, чтобы принять свое тело. У меня была анорексия, у меня была булемия, у меня много чего было, много проблем. На мне были тяжелые операции в детстве. Поэтому первое восстановление это связи с женским принципом и потом с мужским принципом. И да, мужчины порой приносили мне огромную боль, но они и любили меня. Через свою любовь, через занятие любовью, через поддержку того, что я делаю или все аспекты жизни. Любить мужчину это вообще непросто. Но спросите любого мужчину, легко ли любить женщину. Драгослав? Да. Да, легко? Да, вообще легко. Проще всего, по-моему. Мы встретились, мне был 41. Я уже так много с собой проработала. Я была больше уже женщиной к тому моменту, когда мы встретились. И он терпеливый мужчина. Просто главный рецепт. Будьте терпеливыми, мужчины. Будьте любящими. И любящими. Да, дорогие? Все очень просто. Главное любить? Да. Я поддерживаю. Не забивать себе голову. Кому? Мужчине не забивать? Да, мужчине не забивать себе голову, что там женщина порой говорит. О, класс. Мне нравятся рекомендации. Я хочу поговорить про сестринство. Была одна из историй, описанная в этой книге, что ваш бывший супруг, он был шаман, и вы были четвертой женой. И когда вы пришли к нему в семью, вам нужно было быть в сестринстве. Про это сестринство. Насколько было сложно принимать других женщин, любить других женщин. И сейчас мы уже видим, что и благодаря этому вы перешли в женские практики. Но в тот момент, насколько было легко или сложно принимать других женщин такими, какие они есть, особенно когда они претендуют на внимание мужчины вашего. Это был большой такой путь, большой вызов. Потому что, когда я встретила с ним, и потом, когда я встретила этих женщин, у меня было такое очень здоровое эго. Я была успешной джазовой певицей, женщиной сцены. Я была одна женщина на сцене, и вокруг меня было много мужчин, музыкантов. Все мне восхищались, аудитория мне восхищалась, мужчины мои, музыканты мне восхищались. Поэтому у меня эго-то было нормально раскачано. И представь себе, вот я вхожу в дом, и там две женщины уже беременны. Я вот прилетаю в Америку, в США, в высокогорную пустыню. Одна женщина, у нее на восьмом месяце, одна на шестом месяце. Если ты что-то знаешь о беременных женщинах, они очень сильны, но они при этом очень уязвимы. Это очень такое интересное сочетание невероятной силы и уязвимости. Они уже прожили такая «я красотка», потому что когда-то на восьмом месяце ты уже готовишься к родам, а не к тому, чтобы быть красоткой. У тебя тело уже настолько изменилось, оно такой у тебя животик явный, выдающийся, да, и вообще. И вот я такая захожу в джинсиках, в обтяжечке, на каблуках. И я была с этим мужчином в Австралии два месяца. Я была с ним в его тури, выступала с ним. Я-то думаю, конечно, что я такая номер один вся. Но я не единственная, кто думает, что я там номер один. Поэтому мне пришлось пройти много аспектов, много такого состояния смирения, что я здесь для того, чтобы поддержать тебя. У тебя будет ребенок, и я тоже стану вместе с тобой мамой, потому что я здесь для того, чтобы поддержать тебя. Потому что его принцип, который он желал, что каждая женщина мама каждого ребенка. Поэтому, если твоя сестра рожает, ты тоже становишься мамой автоматически, потому что ты заботишься об этом же ребенке. если ребенок не может уснуть. Перу Куа у нее прекрасный голос, она может спеть, я сижу и укачиваю, пою колыбельные, пока мама, она истощена и спит. Поэтому, когда эта мужчина несет на себе эту нагрузку, либо они вместе, но в большой такой семье. Я тоже была участницей, я стала мамой по приезду фактически. То есть, одна женщина родила, вторая женщина тоже родила, в течение трех месяцев я стала мамой двух детей. Как это, со-мамой. Мое такое секси-пекси-его, да, она очень быстро спустилась в туалет, очень быстро она куда отправилась. Я, конечно, плакала, я ходила в лес. Мать моя, я сделала ошибку, куда вообще приперлась-то? И, конечно же, женщины тоже поняли это и говорили, мы понимаем, что тебе тоже тяжело, мы все попробуем как-то быть и тебе помягче, не слишком у тебя. И постепенно, постепенно, постепенно доверие начало выстраивать. Но всегда динамика резко менялась, когда появлялась новая жена. Потому что каждая новая жена думала, что она номер один. А сколько было всего жен? Каждая новая жена думала, что она номер один, естественно. И ты видишь, как ей было трудно ее эго принять тот факт, что мы боролись со своим эго, она со своим. Потому что, конечно, каждая женщина, которая приезжала, у нее был такой медовый месяц, чтобы она чувствовала себя особенной. А вы не злились на своего мужа? Иногда, конечно. Я вообще прям гневалась на него. Я вообще не стеснялась своим гневом его так взбодрить слегка. Я очень сильный человек, и я не тихая девочка. И я даже иногда использовала свою силу, чтобы как-то оказать на него давление. И как-то раз, однажды, я была такая в гневе настолько сильной, что моя энергия сбила его с ног, и он упал. И он, когда встал с пола, настолько была мощная энергетика, что он просто не устоял и упал. Он сказал, слушай, тебе надо как-то проработать свой гнев, потому что это... Ты должна вообще знать, как использовать свою силу, не причиняя вред другим. Потому что ты не использ... Не надо использовать свою силу для того, чтобы причинять вред. И мне пришлось выучить это. Для меня это был большой путь, конечно. Если ты прочитаешь эту книгу, ты увидишь... Ты откроешь для себя очень много секретов того, которые я раскрыла в себе и которыми делюсь на странице. Все секреты, которые каждая женщина проживает, когда начинает изучать любовь. Вот любовь и ревность. Мы часто чувствуем это ощущение ревности, просто находясь в отношениях, если мимо прошла женщина. А здесь совершенно другая ситуация. Именно чувство ревности, оно про что? Ревность это очень простая вещь. она основана всего на одном факторе. То, что в мире недостаточно любви. И что в мире недостаточно любви, и ты недостаточно целостна. Это просто вирус. Я недостаточно красивая, умная, стройная, а она, она вот больше это. Или агрессия это другая форма ревности, она хуже меня. Я-то уж лучше буду. Но все эти качества агрессии или уязвимости, ревность в форме уязвимости или агрессии, это все звенья одной цепи. Это все про то, что в мире недостаточно любви, и я недостаточно сама. Очень важно взаимопонимание с мужчиной, которое выстраивает границы вашей любви. если мы понимаем главный принцип любви, потому что любовь, когда мы ее проживаем, она хочет творить больше любви. Если ты вкусила плод любви, ты хочешь больше его, ты хочешь больше. Ты хочешь творить, используя эту любовь, это естественно. И многих людей, у них нет понимания границ любви. Когда ты даешь обязательства кому-то и говоришь, я беру тебя своим любимым или своей любимой, какие вокруг этого мы выстраиваем внутренние обязательства и границы? Потому что должно быть доверие, доверие любви. И если кто-то переступает через эту границу из партнеров один, где хочется больше, 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 мы начинаем чувствовать, что наш мир, в нем нет уважения и доверия, и он начинает рушиться изнутри. А особенно если женщина не честна, то начинают взращиваться все сорняки, все вирусы, и они начинают поражать собой эту любовь. И тогда женщины опять залипают в уме, залипают в страхе, и тогда ревность просто начинает бить всеми красками. но если мы возвращаемся в честность, ты говоришь, любимый, вот это наша граница нашей любви, ты даешь мне свою любовь, я даю себе свою любовь. Ты можешь давать свою любовь и другим женщинам, но не сексуально есть вот эта сакральная сексуальная творческая сила, она для нас с тобой, она внутри и наша граница. Если в ваших отношениях нет границ, все серое вокруг, все серое вокруг, и мы чувствуем себя потерянными и растерянными. Поэтому я считаю, что женщины, они хранительницы любви. А хранить, а хранять, значит знать свою территорию, значит знать свои границы. поэтому очень важно уметь вместе со своим мужчиной выстроить эти границы, зная, где мы их можем нарушить, потому что как только это случится, появится ревность. И если он говорит тебе, любимая, то, что ты говоришь, в этом нет правды. я вижу, да, она красивая, но я не даю ей свою энергию, я просто признаю факт, поэтому не в чем тебе сомневаться. Тогда ревность уходит, потому что если в ее теле есть реакция, что он говорит правду, то мы возвращаемся в доверие. Но если он лжет, она начнет чувствовать напряжение, начнет чувствовать, что что-то не так в теле, что-то у нее в сердце не так, тело не лжет, это не ментально. Это ощущение, прямое ощущение в теле. Поэтому в моих отношениях границы всегда были ясны, и это твои сестры, и жены. Не то, что я там сплю с разными женщинами, с кем хочу, когда хочу, нет. У нас были границы больше, чем традиционные. Поэтому моя ревность была основана на том, что я хочу быть более оцененной, более. Это то, с чем мне приходилось взаимодействовать. Пока я не вернулась в честность, честность с мужчиной, честность это все. У меня вопрос про тантру. Вы в традиции тантры? Are you tantra woman? What do you mean by that? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что в тантре люди приходят практиковать тантру для того, чтобы почувствовать сексуальную энергию с другими партнерами. И вот мне интересно, как влияет тантра на семейную жизнь, если мужчина или женщина идет практиковать тантру не со своим мужчиной, поднимая сексуальную энергию, как это отражается на отношениях? Хреново. То, что неизбежно произойдет в этой ситуации, у нас еще нет понимания, что любовь это очень неперсональная энергия. И любовь и сексуальная энергия, они очень близки друг к другу. Очень-очень. С настоящей сексуальной. Не похоть, я имею в виду. Похоть это ментальное состояние. Настоящая сексуальная энергия, она очень сплетена с любовью. Если ты идешь куда-то в тантрическое такое пространство, в тебе начнет раскрываться любовь, начнет раскрываться сексуальная энергия. Как ты теперь можешь разделить? У нас недостаточно опыта. Этот поток любви неперсональный. Какая первая вещь, которая произойдет с тобой? Ты начинаешь персонифицировать этот опыт. Ты говоришь, вау, я так много любви с этим человеком прожила. Этот человек явно мой партнер. Мой партнер дома, вот я с ним это не проживаю. Почему? Потому что мой партнер, потому что с этим партнером у меня личные отношения, мне очень много персонифицировано, много прошлого, положительного и негативного опыта, боль, разочарования, желания, будни, да, рутина будней, взращивание детей совместных, а тут такое. Там любовь такая, не новая, не свежая, когда в ней не так много осознанности. И вдруг внезапно ты попадаешь в новую ситуацию, и тут учитель тебе говорит, это такая осознанная любовь, и вот она вся здесь, и ты чувствуешь, как она поднимается, и вот она новая любовь, и вот этот новый человек с противоположным полом, вот, он, она, кто там есть. И тут я нашла свою любовь. Нет, ты не нашла свою любовь, ты нашла свою-свою любовь. Но осознать это и принять это очень-очень сложно, не персонифицировать это очень сложно, довериться этому потоку очень сложно. Поэтому, естественно, мы начинаем проецировать эти ощущения на этого другого человека, и все дальше движется по накатанной. Поход на тантрический семинар без своего партнера, где ты проживаешь, это раскрытие, все имеет обычно плачевные последствия. Я была замужем за тантрическим мастером четыре года, который был очень пробужден. Мне понравилась фраза из вашей книги. Мне хочется, чтобы вы ее прокомментировали. Я думаю, что мы можем над этим завершать, наверное. Отрезая себя от боли, мы не становимся сильнее, мы становимся менее живыми. У меня в теле очень много боли с детства, когда я была ребенком, еще на мне тяжелая операция очень делала. Есть разная боль. Есть физическая боль, эмоциональная боль, ментальная боль. И когда мы закрываемся от этой боли, мы говорим, я не хочу ее чувствовать. Я слишком занят, чтобы я чувствую. И если я ее буду чувствовать, я буду вся такая в депрессии, в общем. Но на самом деле боль у нее есть разум. Она не случайна. Есть внутренняя логика боли. Если мы встретимся с ней в присутствии, во внимании, в любви, может, где бы она ни была в твоем сердце, в твоем теле, в твоем уме, ты почувствуешь, что у тебя боль это такой как комок. Такое напряжение физически ощущаемое как комок. Такое тяжелое поле боли, оно прям сжажатое. Видишь, я дышу, все. И ты вот так надуешь этот сдутый шарик. У тебя произойдет это раскрытие. И тогда мы увидим, а, вот что это было-то. Вот откуда эта боль пришла. Вот что она значит. И тогда ты увидишь мудрость в этих ощущениях. В тебе раскроется через эти ощущения определенная мудрость того, почему это так. Если сердце, это была боль в сердце, ты, возможно, поплачешь, у тебя раскроется сердце, у тебя раскроется пространство, и ты увидишь, что в твоей жизни привело и откуда она у тебя. Потому что, когда мы начинаем чувствовать, мы начинаем больше чувствовать жизнь, больше чувствовать любовь, мы готовы быть и жить здесь. Поэтому нельзя боль просто отрицать. Иногда, когда мы встречаемся с болью, не просто так раз, и она ушла. Не всегда так это работает. Иногда жизнь, она учит тебя чему-то на протяжении времени. Это как ключ, чтобы открыть какую-то важную дверь, но все равно оставаться и быть больше, чем эта боль. Если боль это такая конструкция, я больше, чем этот объект боли, я больше, чем эта боль. И тогда это напряжение, оно может рассосаться, но может и не рассосаться какое-то время. Разные причины. Знаешь, если кто-то ломал там ногу, например, когда нога замерзает, то нога там всегда болит вместе с переломом. Потому что так устроена жизнь. Это был перелом в теле. И, возможно, эта боль с тобой будет навсегда. Но если ты будешь чувствовать эту боль, ты говоришь, а вот-вот-вот, это ощущение. Ты как старый друг. Что тебе нужно? В тепло? у тебя замет и замерз. Надо вернуться в тепло. И, возможно, ты почувствуешь какой-то сигнал, что нужно поменять в своей жизни. эмоционально, физически, ментально. Разумность, она сильна в нас. И хочу завершающие вопросы. Три правила от Перукуа для наших зрителей. Три правила от Перукуа. The last question. I hate rules. Я ненавижу правила. Ненавижу правила. Ненавижу правила. Ненавижу правила. Класс. Мне нравится. I like it. Thank you, Перукуа. I'm more interested in where is flow. Я, конечно, больше всегда интересуюсь самой жизнью. Что реально происходит, как жизнь реально раскрывается, чем вот эти... Да, что жизнь бросит от меня, что жизнь требует сейчас от меня. Ненавижу правила. I like it. Thank you. So we have some gift. У нас есть подарок от Перукуа. Вот такая чудесная книга. И мы хотим ее разыграть, подарить нашим зрителям. Вы можете оставлять комментарии. Самый интересный, на наш взгляд, комментарий. Получит подарок эту книгу. Комментарий либо вопрос к Перукуа. Правильно? У нас такие же условия. Покажи книгу. Да, я покажу. Какая красивая книга. Внутренний ее альбом и еще музыкальный курс. Мне больше всего... Семь практик. Да, мне больше всего понравилось, что, значит, там можно листать, листать. Потом мы натыкаемся на QR-код. QR-код мы включаем. И дальше Перукуа говорит у меня здесь в телефоне, прям с практиками. Это просто книга нового времени, я считаю. У нас, кстати, канал Новые Люди. Канал Новые Люди и книга нового времени. Вот, очень красиво, очень приятно читать. Я, друзья, прочитала за два дня, просто взахлеб, и я хочу еще. I want more, because it's too small for me. I want no next story. And почему ничего нету про Драгослава в этой книге? Why it's not about me? Эта книга рассказывает про очень небольшой этап в моей жизни. Там просто несколько фрагментов, поэтому где-то там, может быть, она появляется. Но это книга про семь уроков для женщин. Когда Эксмо впервые попросила меня написать книгу, я написала краткое содержание глав за примерно 20 лет за примерно 20 лет, и там получилось, отбросив все небольшие события, оставив только самые важные, осталось 204 главы. Это больше, чем война и мир. Это еще до нашей встречи. поэтому мы поняли, что никто это читать не будет и мы забили на книгу на три года. Мы поняли, что это невозможно написать и никто не будет читать книгу в 3000 страниц. Поэтому, наверное, появятся еще книги, потому что истории у меня... Я уже семь жизней это за это уже... Эта книга называется «Семь историй» или как-то «Семь песен», но уж как минимум семь жизней я прожила. Так что мне есть чего сказать, Ниру. Thank you, Perukua. Всем пока-пока, до встречи. Продолжение следует...